Добрый вечер, очень рад быть здесь в Таллине. Сегодня я буду рассказывать про JetBrains MPS, попытаюсь рассказать просто о довольно-таки сложном продукте. Вначале пару слов о себе. Я работаю научным сотрудником и преподавателем в ОБУ Академии. Это университет, который находится в городе Турку в Финляндии. И также являюсь внештатным сотрудником лаборатории по разработке языков в университете Бергена в Норвегии. Я несколько лет назад защитил диссертацию по алгоритмам синтаксического анализа и в целом интересуюсь формальными языками, в том числе языками программирования. Ну а сегодня я буду говорить про предметно-ориентированные языки. И я бы хотел рассказать одну связанную с ними историю. Но прежде чем мы начнем с истории, давайте взглянем на мир вокруг нас и поищем, есть ли там какие-то языки, кроме языков программирования и естественных языков. И оказывается, что есть. Например, язык дорожных знаков. Это графический язык, его предметная область – это передвижение по городу. В этом языке есть свои правила. Например, название улиц всегда написано на табличках зеленого цвета, предупреждающие знаки всегда в форме желтых треугольников и так далее. Другой пример – это, по сути, предметно-ориентированный язык для записи нот. Или система знаков, которой пользуются дайверы, чтобы общаться друг с другом под водой. Фактически все это так или иначе предметно-ориентированные языки программирования. Ну а теперь давайте вернемся к истории. Я бы даже сказал, к сказке. А сказка, как и положено сказкам, полностью вымышлена, но все же несет важные моменты, которые бы мне хотелось, чтобы вы вынесли с моего сегодняшнего доклада. И давайте переместимся на 21 год назад, 1997 год, и знакомьтесь – Джон. Джон у нас только что основал свое маленькое издательство, и пока он работает в одиночку. Нас будет интересовать одна деталь его бизнеса. В частности, поля страниц, которые необходимо принимать во внимание перед распечаткой тех или иных документов. И для набора из определенных страниц мы хотим, чтобы можно было задавать размер их полей. Естественно, в одном документе может быть много таких наборов страниц, поэтому хорошо бы было иметь какой-то способ перечислять номера страниц. Вот мы для простоты рассматриваем, что у нас есть одна страница, диапазон страниц или интервал. То есть, например, здесь будет страница с 40-й до конца документа. И вот Джон празднует открытие своего издательства в ресторане. И в этот момент раздается телефонный звонок от Вильяма Смита, который хочет печатать маленькую местную такую газетку. И у Джона с собой не было ни бумажки, ни ручки, практически ничего. Поэтому ему пришлось использовать салфетку, чтобы записать параметры полей для газеты, которые ему сказал Вильям. То, что мы видим на этой салфетке, можно рассматривать как предметно-ориентированный язык задания размеров полей. В течение сегодняшней презентации я расскажу о нескольких средствах, которыми Джон пользовался. И буду акцентировать внимание на двух моментах. Первое – это, если хотите, user experience. А второе – это то, насколько тот или иной подход структурирован. И эти два фактора будем оценивать по шкале от единицы до четырех. Один – плохо, четыре – великолепно. И первый подход, который Джон использовал – это салфетка. Давайте угадаем, сколько у нас получится салфетка за user experience. Она получит единицу. Не очень удобно записывать вот так вот размеры полей для сотен и сотен документов. Структурированность подхода – тоже, скорее всего, единица. Подход совсем никак, можно сказать, не структурирован. Проходит два года, мы в 99-м году, и Джон уже не успевает в одиночку справляться с объемом заказов, которые он получает. И он решает нанять секретарей и специалистов по верстке, которые будут ему в этом всем помогать. Теперь работа происходит следующим образом. Секретарь принимает заказы, отправляет e-mail верстальщикам. И, по сути, это очень похоже на подход с салфеткой. Только здесь используется инструментарий для отправки e-mail. Такой подход чуть более удобный, поэтому получает два балла за user experience. Про структурированность ничего хорошего сказать не можем. Ставим поэтому один балл. Еще прошел год, новые тысячелетия. А бизнес Джона тем временем растет и растет. И все понимают, что e-mail уже не самый лучший способ работы. И Джон решает использовать Microsoft Word. И надеется, что это принесет хоть какую-то структуру в спецификации размеров полей. Вот здесь мы видим образец такого документа спецификации. Джон мыслил, так скажем, наперед. И понимал, что нужно как-то автоматизировать весь этот процесс. И недавно он нанял Джейн, который работает Java-разработчиком у него в фирме. И она нашла библиотеку на Java, с помощью которой можно делать проверки размеров полей в PDF-файлах. И теперь единственное, что Джейн нужно делать, так это писать тонны шаблонного кода, который просто использует эту библиотеку. Вот здесь на слайде представлен образец такого кода. Вот как процесс работы устроен сейчас. Верстальщик или наборщик подготавливает спецификацию документа в Microsoft Word. Затем он посылает Джейн, может быть, по e-mail, может, вообще отправляет по внутренней почте распечатанную бумажку. И Джейн уже сама анализирует спецификацию какую-то такую и пишет по ней Java-код. Такой подход явно лучше салфетки, и тут явно чуть больше структурированности. Поэтому ставим по два балла. И еще год спустя, тут мы вспоминаем, что перед тем, как прийти в компанию Джона, Джейн разрабатывала что-то для бухгалтеров. Поэтому Excel у нее так вот был все время как бы на примете. Она подумала, что можно использовать Excel или какие-нибудь другие электронные таблицы, чтобы задавать многочисленные спецификации размеров полей. И вот что Джейн придумала. Что если верстальщик будет использовать Excel с определенным расположением ячеек, а Джейн программно сможет проанализировать этот файл и сгенерировать Java-код. Давайте чуть детальнее посмотрим на расположение ячеек здесь. Вот здесь представлен пример блока спецификации. Начинается он с ячеек, где написано 4 pages, это так называемый маркер начала. Всегда блок имеет размер 9 столбцов вправо, а вниз он простирается до маркера конца, который вот 3 знака минус подряд. И теперь вот при таком очень фиксированном расположении ячеек можно всегда быть уверенным, что в ячейке с координатами маркера начала плюс 1 и столбец плюс 6 будет располагаться значение правого поля. На что стоит здесь обратить внимание, так это то, что мы можем выполнять хоть какую-то проверку вводимых пользователем данных. Вот здесь так называемое уведомление об ошибках. Я намеренно не использую термин сообщение об ошибках, а уведомление об ошибках. Вот здесь мы в ячейке задали функцию, которая выводит восклицательный знак, если значение левой части интервала больше, чем значение правой части интервала. И таким образом специалист по верстке может увидеть, что здесь какая-то ошибка. Как вы думаете, сколько Excel получит за юзер экспириенс и за структурированность? Ну, на самом деле, за юзер экспириенс он получит чуть побольше, потому что есть вот это уведомление об ошибках. А за структурированность тоже получит 3 балла, потому что верстальщику становится все сложнее и сложнее задать что-то неправильно. Ему приходится действовать правильно, потому что всякие восклицательные знаки будут его постоянно сбивать. Направлять. И вот еще один год прошел. У Джона есть сын, Эндрю, он учится в старшей школе и изучает программирование. И он решил помочь отцу и разработал вот такую простую веб-страницу. Собственно говоря, для решения абсолютно той же самой задачи. Вот здесь, когда пользователь нажимает кнопку submit, генерируется Java код, отправляется Jane, дальше она уже там что-то с ним сама делает. Данный подход, однако, не совсем прижился в компании. Верстальщики жаловались, что они не могут копировать, как в Excel, целые блоки. Им приходится все время нажимать на кнопку add. И также нельзя быстро копировать значение полей. То есть если мы здесь задали какое-то значение, то сюда его скопировать сложнее, чем в Excel. Ну, в общем, неудобно было. Два балла за User Experience. Все-таки лучше, чем салфетка. Ну, структурированная все-таки какая-то тут есть. Еще проходит год. Jane решила попробовать XML-технологии. Спецификация полей теперь это целый XML-документ. И получается, что верстальщик теперь еще и программист. Jane разработала XSLT преобразование, которое генерирует Java код из XML-документа. Документы валидируются с помощью XML-схемы. И более-менее продвинутые среды разработки могут показывать сообщения об ошибках. Да, значит, более-менее продвинутые среды разработки могут показывать сообщения об ошибках. Ну, тут они не совсем, конечно, понятны, наверное, будут верстальщику. Среди всех подходов, которые я на данный момент показал, такой подход, безусловно, самый структурированный. Если структура документа неправильная, то он просто не будет валидирован. А вот юзер-экспириенс просто ужасный. Верстальщики теперь должны выучить XML, разобраться с редакторами. И вообще у них вызывает большие проблемы весь синтаксический шум XML-а с угловыми скобками, кавычками и всем вот этим. Тем временем бизнес Джона успешно развивается, и Джейн разрабатывает много всего для компании. Но спецификации полей и страниц все так же и делаются в Excel, потому что все привыкли, ничего не хотят менять, все работает, зачем туда лезть. Недавно Джейн услышала про новый язык программирования, Clojure, и про предметно-ориентированные языки, Domain Specific Languages. Она погуглила много эту фразу, Domain Specific Languages, и вот что она выяснила. Оказывается, есть два типа DSL. Одни называются внутренние, другие называются внешние. Внутренние, как утверждалось, очень легко разрабатывать, очень легко поддерживать. Фактически надо просто взять свой любимый язык программирования и использовать его определенным образом, пока у этого всего не станет удобный синтаксис. Что здесь означает удобный, целиком зависит от того, на кого язык рассчитан. Джейн хотела сделать такой язык, чтобы им смогли пользоваться самостоятельно специалисты по верстке. Получается, она хотела сделать язык для непрограммистов. А это уже в области внешних DSL. У них вообще нет никаких ограничений на синтаксис, и можно придумывать любой, который только заблагорассудится. Но была одна проблема. Чтобы разработать внешний язык программирования, внешний DSL, нужно писать синтаксический анализатор, то есть парсер. Джейн не знала, как это делать, и не хотела тратить свое время на изучение того, как это делается. Ну и вот она в конце концов решила сделать внутренний DSL, потому что так легче. И вот как Джейн представляла себе процесс разработки сейчас. Верстальщик будет писать код на Closure DSL и затем транслировать его в Java. На самом деле здесь просто каждая функция возвращает текстом код на Java, который она соответствует. Вот здесь пример кода на DSL, который разработала Джейн. Давайте посмотрим. Видите, здесь range 400-200. Должно быть 200-400. Вот у нас есть сообщение об ошибке. Оно немножечко, не совсем, наверное, будет понятно специалистку по поверстке. И в структуре документа тут тоже можно делать ошибки, которые остаются незамеченными. Кто-нибудь может указать на ошибку в структуре документа? Дворайт. Теперь, наверное, ключевая мысль моего доклада. Если вы хотите, чтобы ваш DSL использовался не программистами, ну, в принципе, и программистами тоже, то нужно разрабатывать специальную IDE для него. Причем не так, чтобы просто взять IDE для какого-нибудь Closure и как-то ее там адаптировать, а нужно специально разработать заточенную под ваш язык среду разработки. Как это можно сделать сейчас? Ну, всем понятно, что с нуля писать профессиональную IDE для простенького языка – это работа сложная и неблагодарная. Поэтому появился инструментарий для разработки языков и инструментария для них. То есть, тул, который создает другие тулы, получается вот мета-уровень. Такие системы называются Language Workbench. Примером является MPS – Meta Programming System, система метапрограммирования. Это open-source инструмент от компании JetBrains, которая разработала небезызвестную IntelliJ IDEA. Вот что, если бы можно было получить вот такую IDEA? Фактически это среда разработки уровня IntelliJ IDEA для вашего конкретного языка. И всего для этого, нажав на пару кнопочек и без всякой необходимости писать парсер и разбираться в разработке, сред разработки. Изыки, реализованные средствами MPS, поддерживают полу-графическую нотацию, как мы здесь видим. То есть, здесь не просто текст, он как-то специальным образом расположен. Автоматически сгенерированные среды разработки позволяют сделать автокомплит. Здесь вот в какой-то момент демонстрировалось. А также делать intentions или, как они называются в мире Eclipse, quick fixes. Все эти фичи являются предметно-ориентированными, то есть они автоматически заточены под ваш язык. Сообщения об ошибках также становятся предметно-ориентированными и точно выражают, в чем проблема в коде. Здесь вот в начале видео, сейчас оно как раз по второму разу пойдет, сообщение об ошибках показывается как неверный диапазон страницы, то есть wrong page number. И это, конечно, гораздо понятнее, чем то, что мы видели в Closure. Там было assertion violated больше BA. Совершенно непонятно, о чем там была речь. Непонятно для неопрограммиста. Здесь вот пример того, как можно из этого сгенерировать теперь Java код. Вот мы написали нашу спецификацию, на выходе получаем Java код. Сейчас мы немножко изменим спецификацию, удалим второе требование, переделаем, и у нас все обновляется. Ключевой момент, конечно, здесь это внятное сообщение об ошибках. Это очень важно для непрофессионального программиста. Ну, тут юзер экспириенс очень хороший, структурированность тоже присутствует. Как это все работает? JetBrains MPS использует проекционный, или, как они еще называются, структурированный редактор. Пользователь редактирует не текстовый код, а дерево синтаксического разбора, или abstract syntax tree. И это дерево уже можно спроецировать хоть в текст, хоть в таблицу, хоть в картинку. Вот здесь мы видим пример таблицы, то есть вот это прямо и есть код. Здесь мы видим язык C, расширенный возможностью задавать математические формулы в классическом виде. Фактически текстовое представление кода нужно только для программиста. И при всем при этом никакой синтаксический анализ вообще не нужен. Давайте посмотрим на то, какие еще бывают проекционные редакторы. Может быть мы о них и не думали, что они на самом деле таковыми являются. Вот пример конструкторы форм. Здесь минимум две проекции, одна графическая, одна текстовая. Мы сейчас эту кнопочку немножко пододвинем, здесь обновятся ее координаты. Если мы поменяем здесь координаты, обновится графическая проекция. Фактически путем перемещения кнопки мы меняем программу, то есть мы графически программируем. Другой пример это Scratch для детей, система программирования. Здесь можно из блоков, так скажем, рисовать код. Вот пример MS Access, это система управления базами данных. Здесь фактически сейчас записан SQL-запрос на создание таблицы, и этот запрос оформлен сам в виде таблицы. То есть это табличная проекция для SQL-запроса. Здесь и табличное, и графическое вместе представление SQL-запроса, какого-то там SQL-запроса. Наверное, ближе всего к MPS это MatCAD, система компьютерной математики. Тут, как вы видите, тоже есть и формулы, и графическое представление. Ну и еще вот такой пример FrontPage. Может, им лет 15 назад пользовались для разработки веб-страниц. Здесь две проекции. Одна это фактически HTML-код, другая это вот, так сказать, what you see is what you get. Что-нибудь мы поменяем в коде, оно сразу же обновится здесь. Если мы здесь что-нибудь поменяем, используя меню, оно точно же будет отображено и в коде. Сейчас расскажу немножечко про то, как можно было бы себе предположить, как работает редактор формул в Microsoft Word и найти в нем черты проекционного редактора. Вот мы хотим получить на выходе вот такую вот формулу. Фактически можно представить, что как-то там в памяти это экземпляр класса сам. У него есть три свойства, lower bound, upper bound и expression. Все они типа expression. Потом мы каким-то образом получаем вот такую вот формочку, скажем, с заполнителями. Мы здесь эти все три свойства заполняем и получаем то, что называется проекцией. То есть здесь есть четкое разделение между синтаксисом, то, как что-то выглядит и то, как что-то на самом деле представлено в памяти. То, что я здесь называю семантической моделью. Другой пример. Хотим получить вот такую вот матрицу. Тут четыре элемента, все типа expression. Как мы ее получаем? Сначала мы создаем вообще пустую какую-то матрицу. Затем ее меняем, редактируем, либо с помощью меню, либо с помощью каких-то сочетаний клавиш. Уже получаем заготовку для того, чего мы хотим. Тут уже будут другие типы у свойств. Ну, то есть здесь я демонстрирую, что можно иметь наследование полиморфизм и так далее. Еще один пример. Вот, хотим сделать функцию синуса. Когда мы печатаем в редакторе формул SIN, нажимаем пробел, автоматический текст SIN преобразуется в проекцию синуса. И еще один пример. Это вот 2 в степени 5, например. Мы, когда после вот этой строки нажимаем пробел, то символ степени преобразуется в проекцию возведения в степень. Ну и вообще тут такой слегка противоречивый слайд, чем отличается Word вообще от MPS. Ведь в обоих случаях мы сначала выбираем какой-то заполнитель, потом что-то печатаем, что будет обозначать конструкцию, потом выбираем нужную конструкцию из меню. Как-то ее можем отредактировать, либо с помощью клавиатуры, либо с помощью манипуляции с меню. И также можем копировать целое под деревья. То есть в этом отношении MPS, его проекционный редактор, очень похож на подход редактора формул в Word. Ну а сейчас давайте подумаем, как же сделать, так скажем, MPS Mindset. Как смотреть на код через призму MPS. Вернемся на секундочку к Scratch. Здесь мы рисовали программу из блоков. Блоки эти находились на палитре, и эта палитра всегда была фиксирована. Блоки туда свои новые добавлять было нельзя. Потом Google сделал то, что они назвали Blockly. В нем можно задавать свои блоки. А потом их использовать так же, как будто они были встроенными. Вот сейчас, если я могу себе позволить сделать такое сравнение, обычное программирование это вот Scratch, а MPS это вот Blockly. В нем можно задавать свои блоки и тут же их использовать в программах. Ну это вот какое-то тут мета-программирование, так скажем, виднеется. Сейчас я вам покажу фрагмент кода. Вот это if statement и спрошу, что вы тут видите. Вот как на это смотреть, имея, так сказать, MPS-майндсет. Когда я в других местах этот слайд показывал, мне говорили, что, отвечая на вопрос, что вы здесь видите, ну тут какая-то вот просто каша непонятно что. Ну, конечно, можно понять, можно начать думать, что здесь у нас есть какой-то MindList, наверное, он типа Integer, здесь какой-то есть This, значит, это, наверное, метод. X, наверное, Y, они тоже там целые и так далее, и так далее, и так далее. Но это совершенно не то, что нас интересует. Нас интересуют три вещи. То, что здесь есть условия, то, что здесь есть операторы, которые будут выполнены, есть ли это условие истинно, и операторы, которые будут выполнены, есть ли это условие ложно. И вот мы это представляем в виде вот такой схемки. У нас есть if, есть condition, есть блок true и блок false. Мы говорим, что condition – это expression, это выражение, а true и false блоки – это statement. Мы пока не говорим, сколько их, просто задаем тип. И отдельно мы говорим, что condition всегда один, true и false блок могут иметь сколько угодно statement внутри. И вот мы это все помещаем в такую коробочку и называем ее structure. Дальше мы можем подумать, как же это будет отображаться. И вот, например, мы хотим Java синтаксис. И вот мы так говорим, что вот оно будет отображаться вот так. И теперь в MPS давайте представим на секундочку, что здесь каждое слово, по словам я понимаю, в том числе и скобку, и пробел, находится в своей собственной ячейке, в такой маленькой клеточке. Примерно как-то вот так. Тогда здесь можно заметить, что есть всего четыре типа таких ячеек. Первое – это ключевое слово. Второе – это специальный символ, такой как пробел, скобка, или там квадратная скобка, фигурная скобка. Третье – это отступ. И четвертое – это вот элементы структуры, вот condition, true block и false block, которые взяты отсюда. И на самом деле здесь делается такой вывод, что все, кроме вот этих элементов структуры, по сути говоря, не имеет значения. Пользователю не нужно думать о том, как оно там будет написано. Самое главное – ему дать возможность заполнить вот эти элементы структуры. Если мы сделаем сравнение с Word, то там у нас был значок суммы и три заполнителя. Вот значок суммы мы поменять не можем, а заполнители мы поменять можем. То же самое здесь. Мы фиксируем все ключевые слова, все скобки, все отступы, меняем только то, что внутри. MPS позволяет задать много синтаксисов для одной структуры, то есть много проекций для одной структуры. Вот здесь, например, в стиле Java, в стиле Visual Basic, в стиле LISP. Это все не имеет никакого значения. Единственное, что важно, это вот эти вот коричневые ячейки. Именно их пользователь и будет менять. Вот есть у нас какой-то фреймворк, и мы хотим его во что-то вот обернуть, и это что-то, мы хотим, чтобы оно имело наш собственный синтаксис. Фактически мы разработать хотим маленький такой свой предметно-ориентированный язык программирования. Здесь просто для примера я сейчас вам показываю код на Java фреймворке для разработки Rich Internet Applications. На что нам здесь стоит обратить внимание, это вот у нас есть экземпляр класса Vertical Layout. Мы в него добавляем компонент, одну метку, одну кнопку с обработчиком событий и так далее. Это все просто обычная Java. Вот то, как это будет выглядеть, вот то, что на самом деле этот код делает. И на это следует обратить внимание. То есть мы здесь просто создаем Vertical Layout, в нем есть Label, есть Button. Как оно там будет написано на Java или на C Sharp, это уже в принципе не принципиально. Нам важен результат. И вот эта вот мысль, что нам важен результат, и не важно, как оно будет расписано, дает возможность нам создать сколько угодно синтаксисов для описания таких вещей. Фактически сколько угодно языков программирования. The main specific languages. Вот один из таких примеров языков. Другой пример. Например, здесь у нас компоненты не именуются. То есть тут они именовались, тут они не именуются. Все равно, когда мы будем генерировать из этого языка код, мы там, конечно, чтобы он был валидный Java код, мы там придумаем какие-то имена. Но для пользователя сейчас это не важно. Можно еще как-то синтаксис изменить. Здесь, например, что-то такое похожее на Python-Visual Basic с отступами. Или вообще можно не писать ни лейбл, ни баттон. Вот здесь, например, если начинается с кавычки, то это будет лейбл. Если оно в квадратных скобочках, то это будет баттон. И вот мы тут даже придумали такой вот оператор переименования кнопки по нажатию. Это вот наш собственный оператор. И мы можем для него определить семантику, то есть определить, как он должен преобразовываться в Java. Перед тем, как продемонстрировать этот язык, хочу еще раз акцентировать ваше внимание на разнице между семантической моделью, то есть то, что мы делаем, и то, как мы это делаем. Вот то, как мы это делаем, это представлено в WebStruct Syntax 3. То есть это представление, на самом деле, вот этой программы, что у нас тут есть какой-то, значит, класс declaration и так далее, и так далее, и так далее. По сути, это не так важно, как то, что мы делаем. Что можно почитать про domain-specific languages? Ну, есть книга Мартина Фаулера, она также есть на русском языке, называется «Предметно-ориентированные языки». Она рассказывает как и про внутренние языки, так и про внешние языки. Своего рода такая энциклопедия, она, по-моему, в 2007 или 2009 году написана. Другая очень доступная книга, она про X-Text. Это другой language workbench, который позволяет разрабатывать текстовые языки и IDE для них, которые основаны будут на Eclipse. Есть также книга про MPS, своего рода такой справочник-улучшенный user guide. И книга DSL Engineering, написана коллективом авторов под руководством Маркуса Фелтера. Здесь книга про уже, так сказать, сам дизайн языков, про дизайн внешних языков, каким он должен быть и как это все можно реализовывать как в MPS, так и в X-Text, так и еще в других language workbench. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Прошу задать вопросы. Вопрос был о том, должны ли будут верстальщики пользоваться MPS, или будет у них какое-то свое собственное приложение. Здесь есть два решения. Можно как заставить их пользоваться MPS напрямую, так и сгенерировать stand-alone application, в котором только можно будет печатать вот такой вот код, и они не будут видеть никаких деталей реализации. И это приложение будет генерировать Java код, который как-то там уже надо дальше интегрировать в проект. Я бы на весьместе все равно в цели все приложил сделать. Проще получается. Вот с какого момента это все вообще смысл выделить? Вот все вот это вот использование MPS. Для верстальщика это слишком много. Ну, может быть, для верстальщика это и слишком много, но если у вас какое-то что-нибудь из области, связанное с транспортом, со средствами передвижения, там уже анализ каких-то ошибок, он уйдет далеко за рамки одного восстательного знака в ячейке в Excel. Там уже, может, нужно будет проверять и зацикливаемость каких-то участков кода. Массово это используется несколькими фирмами, в основном, которые занимаются либо налоговыми какими-то вопросами, например, голландское налоговое ведомство перевело свою систему вычислением правильности налоговой декларации, они полностью перевели на MPS, они разработали язык описания законодательства. То есть они просто берут вот закон, вот такую книжку, ее переводят в код, который написан на MPS, и дальше подают на вход конкретного человека, и под него там все это прорабатывается, и говорят, что вот он там недоплатил столько налогов. То есть, в принципе, это используется в реальном мире. Siemens использует для задания спецификаций томографов. Это open source. Здесь в брошюрке есть список фирм, которые используют MPS. Спасибо. 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 Спасибо.